Казахстанская велокоманда «Астана» завершила на втором месте третий этап международной гонки «Критериум Дофина». Поведителем этапа стали гонщики американской команды BMC Racing Team. Они опередили «Астану» всего на 4 секунды. Благодаря успешным выступлениям сразу пять наших гонщиков поднялись на третью строчку общего зачета. Лидирует в нем австралиец Руан Денис. «Критериум Дофина» – это ежегодная шоссейная гонка, состоящая из восьми этапов, проходящих во Франции. Эта многодневка является ключевой в преддверии Tour de France – главного старта сезона. Казахстанские теннисистки успешно стартовали сразу в нескольких турнирах в Великобритании и Голландии. Первая ракетка нашей страны – Зарина Диас – пробилась во второй круг турнира серии WTA в Нотингеме. Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов. В матче первого круга Алматинка обыграла именитую итальянскую теннисистку Франческу Скивоне со счетом 7-5-8-6. В следующем туре соперницей Казахстанки будет 20-летняя американская теннисистка Сачиа Викери. Другая наша спортсменка Ярослава Шведова также вышла во второй круг. Только турнира WTA в голландском Хертоген-Двосе. В старте она преодолела сопротивление канадской теннисистки Жени Бушар – 6-4-1-6-6-4. В следующем раунде соперницей Шведовой станет Марина Иракович из Новой Зеландии. Новым президентом Федерации лыжных гонок Казахстана назначен Владимир Смирнов. Экс-глава этой организации Умерзак Шукеев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта Республики Казахстан. Добавим ранее, Владимир Смирнов руководил президентским профессиональным спортивным клубом Астана. В период спортивной карьеры Смирнов становился олимпийским чемпионом 1994 года. Также в его активе четыре серебряных и две бронзовых медали игр. Кроме того, он выиграл четыре чемпионата мира и неоднократно первенствовал на чемпионате СССР. Уже в пятницу в Таразе стартует первый отборочный этап мировой лиги по волейболу среди мужских команд. Это крупнейший ежегодный коммерческий турнир среди национальных сборных. Казахстан вместе со сборными Венесуэлы, Египта и Испании попал в группу Аш. Наша команда уже прибыла на место соревнований и готовится к турниру. В заявку казахстанцев вошло 14 человек, в том числе два новичка. Второй тур отборочного этапа пройдет в Египте с 19 по 21 июня. Финал третьей группы мировой лиги состоится в Словакии с 3 по 5 июля. Отметим, в этом году в мировой лиге выступят 32 команды, 8 в первом дивизионе и по 12 во втором и третьем. Действующим чемпионом турнира является сборная США. В польском Ворцлаве продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров и юноши. Сегодня на помост выйдет Аят Амирбеков. Ранее первое место в группе «Б» заняла штангистка Айгирима Улбек. Помимо них на этот старт отправились Екатерина Быкова и рекордсменка мира Надежда Ногай. В Москве продолжается чемпионат мира по футболу среди артистов. Сборная Казахстана одержала победу над командой Южной Кореи. После двух игр наша команда набрала 4 очка и возглавила группу, где также выступают команды Кыргызстана и Германии. Следующий матч казахстанцы проведут завтра против немецких артистов. Сборная Казахстана по футболу понесла ощутимые потери в преддверии матча против команды Турции в рамках квалификации Кевры-2016. Не поможет нашей команде нападающий Танат Нусербаев. Он выбыл из строя из-за травмы. Ранее сообщал, что помимо 28-летнего форварда Астаны не примет участие в игре с турками и защитник Тараза или Воротников, также получивший повреждения. Также из расширенного списка сборной в Толгарии нет Ненада Эрича, Владимира Плотникова, Андрея Сидельникова, Токтара Жангушбая, Жака Пакужамберде, Альмира Махуддинова, Исламбека Куата, Ермека Куантаева и Алибека Булешева. Напомним, что 12 июня сборные Казахстана и Турции сыграют в Алма-Аты. Начало матча 22.00. Айжан Курмашева, спортивные новости, телеканал Алматы.